И радость, и слезы, и слава Тебе, Господи! В Каменской епархии продолжается акция «Подари дрова». Первая поленница в селе Кисловском уже сложена. Всего благодаря акции, проводимой Православной службой помощи и милосердия, по всей епархии дрова в подарок получат 76 дворов. Акция «Подари дрова» ежегодно проводится в масштабах Русской Церкви. В этом году собранные средства распределены Каменской епархии. Этих денег хватит, чтобы обеспечить на зиму дровами дома, где живут малообеспеченные старики и инвалиды. Списки наиболее нуждающихся жителей составляли благочение епархии. Через блоги, через соцсети распространялась информация именно о проведении этой акции. То есть служба милосердия ее запустила, и за две недели мы планировали собрать около 300 тысяч, но собрали в два раза больше. Поэтому по первому варианту мы должны были обеспечить всего 28 дворов. Но потом, в связи с тем, что средств поступило намного больше, мы еще в 48 дворов добавили в список этой акции. Для Надежды Далматовой, получающей пенсию в 8 тысяч рублей, 5 кубов колотых березовых дров на зиму – неожиданный и дорогой подарок. Удивилась это Наде. Вообще большое спасибо, но я не ожидала такого никогда. Позвонили сегодня и все. Ничего не знаю. По-вашему, хорошее начинание? Вообще, вообще хорошее. Если всем так, бабушкам, дедушкам, вообще бы хорошо было. Грузовик с полным кузовом дров встретила большая группа поддержки. Это и настоятель сельского храма, его помощница по социальной работе и шестеро учеников местной средней школы. Ребята, участники волонтерского проекта, счастливые люди, пришли помочь сложить дрова. На селе праздник, потому что пришла именно помощь. Помощь, благодаря отцу Сергию, мы и гуманитарку, детям подарки. Мы часто ездим, одеваем. То есть, клич бросили в город, горожане, везите нам вещи, везут и мы отдаем. То есть, постоянно, круглый год у нас гуманитарная помощь. А с дровами это вообще. Потому что я говорю, что 4 месяца человеку собирать надо на машину вот такую дров. В ближайшие две недели все сельчане, попавшие в список остро нуждающихся, будут обеспечены на зиму топливом. Возможно, помощь от церкви не только согреет стариков зимней холода, но и поможет сельчанам прийти к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok